Доброе утро! Мы завершили прием конкурсных заявок на сайте obltv.ru и сегодня мы открываем интернет-голосование. Давайте все заходите на сайт obltv.ru. Там около 100 конкурсных работ. Я вот с утра не успела пересчитать, что вы там накидали вчера за вечер. Даша у нас член жюри. В жюри у нас очень много почетных, прекрасных людей. И наша телекомпания как устроитель тоже имела право туда своего члена ввести. И мы его ввели. И это Даша. Даша, была ли ты когда-нибудь участником вокальных конкурсов? Вокальных конкурсах я была участником много раз. А сидела ли ты в жюри вокальных конкурсов? В жюри я ни разу не сидела, и от этого еще больше волнительнее. Потому что мне кажется, когда ты сам поешь, это вот одно. А когда ты оцениваешь других людей, это даже страшно очень. И теперь можно раскрыть тайну, поскольку новых у нас не появится участников, у нас будут только те, кто уже есть на сайте. Какие критерии будут применяться к тем работам, голосам, персонам, которые присутствуют на сайте? Что это будет? Харизма. Харизма. Голос. Голос. Подача. Красота глаз. Не знаю. Качество видео. Что это будет? Для меня очень важно, чтобы люди пели глазами, душой, чтобы это прям было вот отцом на сердце. Вот так-то я могу глазами-то, ох, выразительно смотреть. Да, глазами и душой. И на мой взгляд, мне обязательно нужно петь, там, попадать в ноты. Ну, иногда можно, конечно, попадать в идеале, но если вы даже не попадаете в ноты и поете прямо вот, вот душа поет, но это же гораздо прекраснее, когда, ну, действительно, прекрасно. Это прекрасно. Боже, какой мужчина, да, в такие песни. У меня для Даши есть не очень хорошая новость. Какая? Я только что залезла в телефон, посмотрела на сайт облтв.ру, за выходные в пятницу еще было 100 заявок, а за выходные в последние дни накинали еще 50, у нас 150 участников. Тебе предстоит отсмотреть все это дело. Я уже начала это делать. Да, но тут тоже же важный вопрос. А сколько вообще участников будет отобрано дальше? Сколько номинаций? Какое количество претендентов будет? Вот всю эту регламентную историю расскажи, пожалуйста. Будет отобрано в первом этапе порядка 50% всех участников, то есть их сейчас 150, наверное, мы... Ну, остается где-то 75, да, там, может, понимаешь, 50. Самых лучших. Самых-самых, так. Затем... Каждый член жюри сначала сам сидит с ноутбуком, отбирает, потом у них будет междусобойчик. А-а-а. Они отберут участников полуфинала. И участники полуфинала... Я почему говорю? Я это все как бы знаю. Так-так-так. Гораздо больше, чем сейчас жюри. А-а-а. Дружите со мной. Ну, подожди, так, и так отобрали. Отобрали. Потом с Дашей, с другими уваженными, Виталий Краев, Ольга Головина, представители компании-партнер конкурса, это компания Ростелеком. Мы с полуфиналистами идем в караоке-бар, не побоюсь этого слова, и поем. Бесстрашно. И смотрим. И смотрим уже глазками своими, смотрим, как на самом деле они поют. Как на сцене, как они поют на сцене караоке. Да, вдруг они по-то монограмму пеют. Ну, номинации-то сколько, ладно, хотя бы это, ты знаешь, сколько победителей будет почетных, сколько номинаций. Красиво подмигивает Даша Аня, мол, сколько? Три. Три номинации? Да, три будет главных самых певца. Но здесь, мне кажется, уже нет проигравших, потому что мы всех послушаем. Все покажут на ОТВ. Давайте, сейчас мы снова дружим с Аней, которая все знает. И потом все самые лучшие, по общему, не по моему же мнению, а по мнению действительно членов жюри, приглашаются на телекомпанию ОТВ, и к Новому году мы готовим, вот все говорят, на Новый год Чупа-Пауа показывают, Чупа-Пауа показывают. А мы покажем народ, народные песни, лучшие караоке-певцы на ОТВ. От души. От души для вас, своим родным Свердловским этим краем, так сказать. Давай с Дашей поговорим не с тобой. У нас, на самом деле, на сайте сейчас идет голосование, и не просто так, то есть не только жюри будут отслушивать, отсматривать, но и сами зрители, и тех, которые проголосуют за людей, за которых проголосуют гораздо больше. Мы их будем учитывать. При зрительских симпатиях, конечно. Скажи мне, поешь ли ты сама в караоках? В караоках? Ходишь ли ты в караоках? Очень даже слышите, у меня голоса нет, потому что эти выходные я сорвала в караоке императрицу. В караоке императрицу, да. Скажи мне, пожалуйста, вот ты пела, 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 ну ты ходила, где-то училась, а можно ли, как ты считаешь, взрослому человеку научиться петь неожиданно быстро? Можно. Я сейчас хожу еще плюсом. Помимо основной работы, я участвую в хоре любителей пения, так называемой нашей филармонии, и туда к нам пришло очень много людей, которые никогда не пели, ну пели только в караоке, в душе, в душе своей. И их там учат петь, да, с нуля. Прямо специально для тебя, чтобы освежить тебе в память эти работы, у нас есть небольшая подборка участников, которых мы в очередной раз хотели бы показать всей Свердловской области. Смотрим. Сослы в небо вонзаются солнцем, крыши сливаются лес, зудит весной. Не уходи, тебя я умоляю, Слова любви сто крат я повторю. Солнце мое, гляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть форох, дай огня. Вот так. Ох, какая! Ох, какая! Друзья мои, товарищи, прием заявок у нас окончен на сайте obu.tv.ru. Сейчас ваше время для того, чтобы выбирать победителей. Просматриваем все работы, кликаем друзьям для того, чтобы количество лайков голосовательных, оно было максимально большим, чтобы ваш претендент вышел в финал. Точнее, в полфинал, а потом в финал. И мы благодарим Дарью Степанову. Это телеведущая, судья, конкурс караоке «Поют все». Даша, с добрым утром. Спасибо. Спасибо вам. Дальше в нашей программе небольшой коммерческий перерыв. После вернемся, и у нас есть что отметить, а точнее, надеюсь, будет что отметить вместе с вами.